Добрый день, мои уважаемые подписчики! Здравствуйте, гости канала, канал ТВ Маэстро. Я, Александр, приветствую вас! Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайкосики, пишите комментарии, поддержите канал. И сегодня у меня последний день пребывания в отпуске в деревне. Так основные дела я поделал и сегодня чисто отдых решил я вновь походить с металлоискателем. Ролик будет именно об этом. Смотрите, приятного просмотра, поддерживайте, пишите комментарии, ребята, кто занимается подобными вещами. Учите, учите, советуйте, рекомендуйте. Приятного просмотра, всего хорошего, поехали! Вышел вот, друзья, на поле, прошелся там по огороду, ну так, чисто по дороге шел пеликол, два гвоздя нашел. Здесь вот пару проволочек, ну, черный металл. Вот, и вот сейчас сигнал такой вот, такая вот какая-то приблуда. Видимо, вставляется в ручку, в деревянную. Какой-то, ну, старинный инструмент, я не знаю, что это делает. Какой-то скребок, может быть, или типа, типа гвоздодера. Не знаю, что это такое. Пишите в комментариях, если кто-то знает, что это за инструмент. Такие находочки. Заберем. Я так смотрю, блогеров, которые занимаются копом, вот, они не выбрасывают ничего. Собирают для, не знаю для чего, для коллекции. Ну, вот эта штучка, да, для коллекции пойдет. Какой-то инструмент старинный нашел. Вот, просто, просто обычное поле, недалеко от дома. Так, я вот вдоль дороги, отец говорил, где-то вот здесь вдоль кустов, была старая дорога. Вот, пойду, похожу там. Ну, и вот прошел. Вообще, на поле с навозом там вывозят. Очень много, наверное, все-таки металла мелкого. Всякие проволочки, гаечки, болтики. Еще я не умею, короче, это распознавать, что есть к чему. Ну, вот сигнал. 12, 17. Сейчас копнем. Ну, металл. Вижу, что металл. Блин, уже потерял где. Да где ты, блин? Где ты, вот здесь? Копаем. Интересно, что-нибудь найти, прям, чтобы на камеру. Глубоко, да? Где-то в голодене сибирских руд. Что же это у нас тут такое, завинить. Вот, выкопал. Теперь ищем. А, вот он, я ее вижу. Железячка. Это, друзья, сегмент от... Сегмент от косилки. Вот они, захлепочки были. Сегмент. Он такой остренький. Здесь шипы по краям. Ну, типа, как машинка для стрижки волос, только гораздо больших масштабов. Кукурузу, зеленку, траву. Да, все косит. И на жатках они стоят. Зерно, как бы колоски срезает, стебли. Сегмент от сельхозтехники. Очередной сигнал. И это у нас... Клевец, наверное, от бараны. Ну, или что-то тоже. Какая-то металлическая штучка. Лопатой я ее черканул. А вот так, друзья, делать нельзя. Если попадается что-то ценное, надо быть аккуратнее. Убедиться, что объект находится вне работы лопаты. Очередная находка. Квадратная какая-то саморубленная, мне даже кажется. Может быть и нет. Гайка. Такая вот гайка. Заберем. Ну, надоело мне гулять по полю там. Всякие уголочки, железячки собирать. Думаю, зайду я вот сюда вот в посадочку в рябиновую на берегу пруда. Думаю, кто-нибудь здесь сидел на пикниках. Какие-нибудь потеряшки могут быть. Но нет. Опять вот. Сельхоз. Сельхоз техника рулит. Цепь. Цепь. Вот. Какого-то сельскохозяйственного агрегата. Так, ну пока не особо. Нету особо чего-то интересного. Цепочку я вот вырвал. Ну и дальше. Тут рядышком. Копал-копал. Еще не видел что-то такое. Ну, просто кусок толстой проволоки. Такие вот находочки. в посадке. Металлолом. Так. Ну и как-то привлекло меня вот это дерево. Подошел. Пищит. Пищит все. Ну тут отец говорил где-то дом стоял. Давным-давно. Ну это тоже как бы черный металл из бытовой утвари. Вот какой-то крюк. Ну это наверное скотину может быть на лугу прибивали. Это ну на на цепочку сажали корову. от печки тут деталька дверь рамка двери. Это тоже наверное от самой плиты центральный осколок. А дальше вот кружки пошли. еще какой-то типа как костыль железнодорожный. Ну зачем он сюда попал? Не знаю. Может быть и не железнодорожный. Вот. Ну так. Чермет. Короче. Итого ну наверное килограмм 300 за отпуск. Так вот на часок хожу прогуляться буквально вот 100 метров от дома выйду просто. Опять я завернул этот кабель как мне советовали подписчики. Ну наверное удобнее. Если так говорят. Если люди из своего опыта советы дают. То будем так пользоваться. ну короче чернуха килограмм 10 накопал тут под этим деревом. Нашел. Нашел. А куда это я дел? А вот результаты вскрытия земельного пласта в Липецкой области. Папе нашел ножик охуенный. зацени пласта это пятненько тяпки скребало тяпало почему не это я нашел дальше дальше вот этот наверное ручка от скальпеля ручка от скальпеля ключик я походил по черному металлу потом думаю зайду там на огороды ключик кусочек цепочки золотой практически золото мы не будем показывать чтобы у нас потом не спрашивали откуда у нас мерседесе кусочек этого как он называется браслета кусочек браслета пуговица вот это наверное от этого алюминиевая от школьной формы советской даже кнопку представляешь нашел то есть копеечку советскую можно найти если кнопку еще это вот какой-то какой-то рубля рубля 91 год друзья но он СССР поэтому надо посмотреть эту монетку 91 год но СССР у нас Россия встал 92 есть 91 рубли уже это российский это СССР не знаю что это за монета одна копейка но это наверное современная да я так понимаю современная копеечка оплачены услуги несколько несколько монет убитых дрызг но это такие начало начало российские 10 рублей 50 рублей монеты я не найду иди ты нашел ты тут посадки еще одна кнопочка вообще не знаю не читается не читается рубль а вот он российские рубль 1 рубль 97 года вот они видишь 2 рубля у них аверс одинаковый а не не одинаковый тут этот колосок и листочек а тут кельтские узоры как он называется а сзади орел а тут это хрень короче какая-то еще тоже не читаем монетка тут надо рубль глянуть вряд такие переходные обычно спрашивают что скажешь николай надо еще поискать конечно но уже следующий раз я пьяный спал из кармана может быть и ножик из сапога да порося отрезать ходил заплатили тебе смотри это 50 60 63 рубля и 2 копейки там я находил ножовку 2 или 3 топора 2 или 3 или 4 молотка их юрку пупер кидал нарез на резинку кимия оторвется нахуй пруду надо еще магнит купить есть такие магниты сильные маленькие специально для для лова нет они какие-то там не знаю или на электромагнит или какой-то специальные магниты сильные он может вытащить там до до 30 до 40 килограмм там до железных молоток там молоток попробуй ну да там один бульдозер перекидал хуя знаешь да у меня тоже отрывались там почему молоток все добрали на добавок привязывающий больше ничего взять я же смотрю молотком ни одного нет ни хуя а сколько у тебя было молотком так что работает наш аппарат мульти крузер все он ищет все он пиликает грамотно такие вот находки руслан петькин паперкин поясы сколько выжить перетаскал топоров молотков не пищало не пищало рядом сейчас я их друзья попробую немножечко почистить просто водичкой щёточкой зубной пока пока больше ничем не буду трогать и покажу что тут в итоге вот я их немножко почистил ну так просто щёточкой и водой ничего я не стал делать не представляют они никакой ценности такой исторической или денежной вот поэтому просто это как опыт опыт в поисках приобретенные цены как приобретенный опыт в поисках подобных вот мелких мелких элементов в земле распознавание значит как сигнализирует металлоискатель глубина величина и так далее ну еще раз пробежимся ну так уже более менее видно что это 50 рублей ранняя россия или как назвать ну короче 50 рублей 90-е года 50 рублей 90-е года что это ещё 1 рубль 1 рубль СССР 1991 год последний год последний год СССР рублишка вот такой вот у него такая вот у него обратная сторона тоже ничего не представляет так это значит рубль 97 год Россия вот это не знаю ну по это по размерам тоже наверное рубль тоже Россия ранняя и 10 рублей видно десяточку но металл дешевенький поэтому они просто напросто окислились до такой степени что и две по 10 копеек тоже Россия вот такой вот приобрели мы опыт в деревне друзья ну и в конце ролика значит видео ходил я к судебным приставам и вот послушайте что они говорят блин ваши комментарии по этому поводу я вот поражаюсь просто значит мы не знаем за что они говорят то есть за что бы им не прислали да решение суда какое бы им не прислали решение суда законное незаконное справедливое несправедливое все равно они будут брать деньги с населения то есть если незаконное снимание каких-то долгов да все-таки надо это выяснять невозможно здесь деревне выяснить надо буду в москве решать этот вопрос по сайтам там налоговую как-то куда-то идти не знаю короче вот и то есть если они выполняют незаконное решение суда соответственно они соучастники преступления получаются вот ваши выводы ваши комментарии хотелось бы услышать по этому поводу спасибо друзья видео вертикально потому что нужно конспирация вот сейчас я засунул сумочку телефон иду к судебным приставам узнать расписание приема населения но и узнать за свои долги что и почем поэтому простите за неудобства я конспираюсь для обвлечения маневра второй телефон в руки так почта шмочта здесь средина пристава жил что у вас связи так где-то или здесь Дорогие клиенты, адвокатские Переехали? Садят на пристелы Илья не дошел Садят на пристелы От меня спрятались Есть линии Одна и вообще не знаю Садят на пристелы Садят на пристелы Садят на пристелы Здрасьте Добрый день Я бы хотел узнать Взять какую-то выписку Или с кем-то поговорить Приходят мне Судебное решение На Сбербанк Я не знаю за что Мне нужно по судебному решению Значит что Снимают и снимают Мы с нашего гостя Да Фамилия Рот Сейчас Вот парень выйдет Присядьте Заходи в архив Матвеев, ты понимаешь? Матвеев Принимаешь? Ну Можно Принимаю Quantitos На Есть Матвеев Что Что Или Это Не С На 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 так Рыбина Валентина Николаевна да, она наверное была вот тут с 19 она была объята и потом возобновлена и окончена в 20 году да да или он не, 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 он фактически значит он будет у нас до уничтожения да только его знаешь как в отдельную стопку в листу в которой у меня стопка это лист 19 года у меня отдельный стоп уйдет который уничтожен уже да который который в этом году и третий я получаю 20 что больше не больше не проверять ну да ну да ну да добрый день разрешите да я рощу Александр Николаевич Екатерина мне приходит судебное решение значит налоги вот я не знаю за что и про что так и я вам не скажу по поводу налогов это вам только в налогу бы у нас они пишут взыскать такую-то сумму за должность а за что конкретно у вас образовался налог за какое там имущество или еще за что-то это вам только в налогу я понял так а где у нас находится такая организация только в Ельце да в Ельце да на строителе я понял спасибо вот так вот друзья увидели отмазку не знаю и все налоговую налоговая в Ельце представляете как вы жить здесь местным жителям чтобы узнать да Елец ну пусть там худо бедно просто блин я не знаю немногие немногие представляют как живут в деревне люди вот чтобы им доехать до налогов это ну три сотни три сотни там стоят я не знаю десять литров молока три сотни стоят шесть буканок хлеба ну и так далее и время убить день просто поехать в Елец в эту налоговую простоять там очередь еще же никто не знает приемный ли там день завтра допустим или неприемный или неприемный ну и как назло нету интернета хотел открыть сбербанк и выписать маман моя пошла сейчас мы ее загоним вот вот нету интернета значит хотел зайти в сбербанк и выписать номера вот этих судебных решений чтобы предъявить ему для рассмотрения ну коли так коли он не знает то есть судебные судебные приставы им дали только номер решения я вот не понимаю блин ну как так номер решения и что у вас нету обоснования этого номера решения это просто удивительно ну ладно пока будем считать что нету у них понимаете вот эта бюрократия это просто капец вот и где узнать зайти на сайт налоговой по номеру посмотреть судебное решение прочесть его ну допустим 32 тысячи у вас вышли за мама меня даже не видит у вас вышли там за двадцатый год 37 тысяч за девятнадцатый год вот ну как бы ничего не ясно пока дело ясное что дело темное а мы чешем за мамой идет без оглядки третятю третятю местные третятю так деревенские приколы продолжаются котэ котэ голоднючие все тетя Ниночина на работе была мы были в райцентре и да сейчас принесут кролики смотрят влюбленными глазами на папу когда папа заведет свой агрегат говорят не помидоры не поруби х Нап Ari КАМАЗ болеть хреновое уже зрение у него столб не спили газовый а какой сегодня был ливень это космах ну там райцентре здесь вроде все супер кошки молятся стоят на дверь целый день нас не было голодненькие все голодные мы тоже жрать хотим в первую очередь королей и и и и и и и спасибо друзья за просмотр ну и в конце ролика опять покажу папину хатку как вот они здесь сделали ремонтик и поддерживают свой домик свое жилище и вот в таком состоянии это так для сравнения с отдельными московскими московскими богатыми дорогими вернее не богатыми а дорогими квартирами сельский дом ну вот к сожалению мух от мух вешают вот такие штучки но не летают видите да все они пойманы вот но в сельском доме друзья унитаз бойлер ванна стиральная машина вот в этом году вот папка с тетниной провели газ с ну и вода не за горами будем надеяться что и интернет нормальный соответственно обогревательный котел тут варочная плита ну вот такое вот такое вот жилище прекрасно спасибо друзья подписывайтесь на канал всего хорошего до свидания до будущих встреч они не за горами и именно уже теперь в москве пока пока до новых встреч пока пока не за горами 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 в доме Продолжение следует...